Доброе утро всем, Афон, скажи всем доброго. Ну, скажи нормально. Доброе утро. Давай. Ой, пальцы аккуратно, не прищеми. Давай, садись, покажи, пожалуйста, что мы купили. Афоне стала маленькая обувь в садике, поэтому еле выбрали. У нас вообще в станице почему-то позакрывались все магазины, да? Да, еле один открыт. Да. Сынок, посмотри на меня. Фонь, ты не балуешься, нет? А почему? Будет, не будет. Ух ты, мы что-то тут уже рисовали, да? Да. Медведей? Медведи осы? Да. А, пчелы? Напали на медведя? Я готовлю обед. Вот, здесь у меня вода, сейчас будет вариться вот это вот барила. Такие вот герандоли. Так, а здесь у меня курочка, обжаренная с морковкой и с луком. Добавила еще немножечко чеснока через чеснокодавку. Соль, перчик. Это я потом все вместе смешаю, когда отварятся макарошки и курочка. В общем, будут макароны с курицей. Вот. И еще остались крабовые палочки. Со вчерашних ролл я решила сделать салат. Вот один огурец остался. Будет капуста. Кукуруза у нас есть. И, в общем, сейчас все смешно. Для начала нужно порезать капусту. И помять ее вместе с солью и немножечко из сахара в миске. Потом добавить уже все остальные ингредиенты и перемешать. Салат делали. Так, в общем, наш обед готов. Я не знаю, как он с виду. Надеюсь, что вкусный. Ну, блин, мне лук в глаза зашел, я теперь плачу. И салат готов. Я плачу, что я за что-то... Нет, ты мне просто лук в глаза зашел. Ну, это мама вчера даже. Чего? Ну, ты рада даже. К чему? Ну, что я поеду в Краснодар в Сочко. Угу. Пока жесть. Сегодня Антоха в галстуке, в жилетке. Ну, надо потерпеть. Нет, я не потерплю это. Почему? Потому что это аж на пятом уроке будет. Зая, я знаю. На музыке. Я знаю. Может, я это все в школе сниму, а галстук оставлю? Зая. А потом ты мне это все оденешь? Нет. Ма. А, значит, потом Гриша, он вот эти вот галстуки оденет. Да все оденут, не переживай. Гриша оденет, у Гриши будет праздник. И он туфли оденет. Да. А не кроссовки. Потому что я люблю в кроссовках ходить. А не туфля. Все, давай, красавчик, поехал. Побежал, верни. Одежда здесь для танцев, да? Хорошо. Нет, я ее сейчас заберу с собой на праздник тогда. Ну, все, давай, я тебя люблю, приеду к тебе на праздник. Хорошо, дай, подожди, что-то тут у тебя под носом. Все. Все, Вигель, люблю. Пока. Пока. Так, ну что, я, в общем-то, решила, что нужно сейчас помыть голову, высушить ее. Вот немножечко опять подкрасилась, потому что сегодня уже у Антохи собрание-концерт. Честно, на таком буду первый раз, поэтому посмотрим, как это все будет. Собрание-концерт. Мне кажется, звучит круто, да? И не страшно эти, в общем, они там учили стихи. Будет праздник первой оценки. Вот. Сегодня даже как-то по-другому немножко посушила, знаете, без пробора. Просто здесь поставила точку, всю челку сюда, и все остальное назад. Ну, так себе. Похожу, в общем-то, с челкой. Ну, у меня получается, что один день я могу ходить с челкой, а на следующий день волосы все равно у корней уже жирнятся, и они сами прилизываются к одной стороне. Так, все, мы тут повязали, в общем, щавель. Я тут с таким букетиком. Посмотрели Катю с Абелью, уже что-то мы ее так давно не смотрели. Я прям даже соскучилась за Клима и за Вова. В общем, сейчас посмотрели с родителями, они пошли буряк мыть на рынок, а я вот сейчас вот еще пучочек пойду дорву. Вот, прочерла камеру, еще покна прочелить. Надеюсь, у нас обычно, знаете, когда уборка, когда мы заканчиваем уже вязать, и перед сиженым днем рождения мальчики тут сами всегда моют навес, я не знаю, как будет в этом году. Надеюсь, что так же. Все, иду дорвать щавель. Щавель или щавель, как правильно ставить ударение? Все, ты мыть. Ну, ничего, сейчас же пойду уроки учить, мам. Гляньте, тут сухофрукты просто практически висят. Сейчас они плохо фокусируются, вот. Вот это вот, это же алыча здесь. Даже ты уж такой, не хочет совсем, это алыча, вот она. Ну, в общем, это алыча, засохшая уже совершенно. Вот. Фокус все равно на нее не хочет наводиться. Тут много вот так вот висящей алычи сухой. Сухофруктики. Тут тоже соседи, видите, малину пересаживают. А вот у нас здесь ежевик. Малинка так красиво плетется, папа ее подвязал, заплетает ее. И она вот весь рядочек посадили. А родители на выставке покупали вот эти вот черенки. В прошлом году они были на выставке. В этом они были вообще там, пятиминутное пребывание. Только ездили за малиной, они заказывали ягодные лаборатории. В прошлом году они прям там ходили по выставке. И вот ежевику. И у нас здесь теперь еще цветочки цветут. Вот сейчас они прям радуют глаз. Очень красиво. А сейчас я буду оплачивать коммуналку через Сбербанк онлайн. Представляете, как это круто? Сейчас главное найти себя. А то я вот когда-то в прошлом оплатила не за себя. Это был, конечно, экшн. Сейчас не могу найти себя за свет. Сейчас пойду там гляну. Ну что, я все оплатила коммуналку. Помню, как я раньше очереди стояла на почте с маленькими детьми. Тогда, когда мы жили у родителей. И благо, специально ходила с маленькими детьми. Потому что тогда пропускали вот на почте, вот там вот возле родителей, которые там прям работали, операторы, которые так и говорили, что с маленькими детьми без очереди. А так можно было стоять такие длинные очереди. Сейчас, конечно, благодаря Сбербанк онлайн все прям намного проще. Вот, я оплатила. Значит, мы за что платим? За НТВ+, платим за детский сад, за свет, за телефон и за интернет. Вот, я сейчас написала заявление по поводу домашнего телефона. У нас там минимальная совершенно обонплата. Раньше мы платили по 600 рублей только за телефон, не считая интернета. А сейчас вот как бы получается, что 200 или чуть меньше 200 или ровно 200. Так, что еще хотела сказать? Что? Я вам все время что-то обещаю рассказать. И не рассказывая, в общем, поняла, что нельзя ничего обещать. Потому что как-то выходит все не так, как я думаю. Помню, я тогда в пятницу сказала, что поболтаем по поводу Ютьюба. А потом у нас такая активная суббота была. А потом воскресенье. И вот сейчас вот только среда. И я понимаю, что... Я даже не знаю, что сказать по поводу Ютьюба. Потому что я не накручиваю подписчиков. Вот у меня сколько есть подписчиков, столько и есть. Ничего не накручиваю. Поэтому чтобы у меня увеличивалось количество подписчиков, мне нужно просто больше комментариев, больше лайков. И все. Чтобы Ютьюб понимал, что видео интересно. И вот так вот. Поэтому только вот так вот я набираю подписчиков. Но если честно, я рада. Потому что мне настолько неприятно читать какие-то какашки. Вот прям очень неприятно. А я понимаю, что чем больше подписчиков... Ну, в разы больше, да? Тем больше вот этого всего. Потому что вот это вот все. Негатив есть. Он как раз-таки подогревает людей. Потому что кто-то начинает защищать. Кто-то пишет плохой комментарий. Кто-то начинает защищать. И вот там вот в комментариях вот такая вот, естественно, каша зарождается. И Ютьюб понимает, что это круто. Это крутое видео. Нужно его всем показывать. Потому что вот чтобы больше замес шел. И то есть, соответственно, это как снежный ком накапливается. И это вообще круто. Ну, везде круто. Такая движуха. Везде круто, когда ты популярен. Ну, мне кажется. То есть, это такая... Как будто бы вторая сторона Луны, да? То есть, вроде бы популярность. Деньги, соответственно. У меня, если честно, Ютьюб приносит раз в полгода почти 7 тысяч. Ну, там, 6 с копейками. Раз в полгода. То есть, это мне как бы заплатить за интернет. То есть, ну, это не доход. Хотя я смотрела недавно вот эти вот вопросы у Ирины Соковых в Инстаграм, что у нее главный источник дохода – это Ютьюб. То есть, вообще это здорово. Если честно, вообще это прямо здорово. Потому что это такой немножечко пассивный доход, который приносит и удовольствие больше даже может быть, чем, ну, если не считать все, научиться не обращать внимания на весь негатив, который как раз-таки подогревает вот твою персону и делает тебя еще хуже в глазах людей, которые тебя не любят, и еще лучше в глазах людей, которые тебя любят. Поэтому, в общем, нужно как-то к этому привыкнуть. Я пока не знаю как. Я даже в прямой эфир не могу выйти. Мне кажется, что как-то чего-то не так, чего-то я не знаю, что говорить как будто бы. Ну, в общем, надо как-то начинать и пробовать. И, в общем, так что, если кто хочет, ставьте лайки, ставьте комментарии. Вот это будет лучшая поддержка. Вот. И я буду счастлива. И надеюсь, что и вы будете счастливы. У меня просто жизнь такая, какая она есть. Без прикрас. Ну, может быть, я где-то хочу, конечно, приукрасить. Но в плане того, что все равно долго же это все скрывать, замазывать не удастся. Поэтому вот как оно есть, так оно и есть. То есть есть у меня время выложить видео, да? Я его монтирую, выкладываю. Нету. Ну, блин, ну извините. Я же никого ни к чему не обязываю. Сейчас мне муж звонит. Так, все, поговорила с мужем, потому что у нас были такие, ну не то что проблемы, кто куда. В общем, мы все время созваниваемся, каждый вечер. Ну, он перед работой мне звонит и говорит, куда он поедет, кого он может забрать, сколько будет дома. Ну, в общем, я его там корректирую по поводу забирания Антохи и Афони. В общем, что хочу еще сказать про это. В общем, деньги у меня особо никаких. Ну, вот заплатить за интернет получается. И то я сейчас отключилась от партнерки, потому что лично для меня она ничего не делает. И получается, что она только забирает свои 30% и все. Я подумала, что как бы мне и без этого всего неплохо, вполне себе живется. Так что я нашла себе занятие пряники. Вот. Ну, если у меня будет доход от Ютуба, то это будет тоже здорово. Ну, какой-то там, да, вот более ощутимый, я бы сказала, да. То есть у некоторых этот доход реальная зарплата. И кому-то, например, 20 тысяч в месяц. Ну, какого-то я блогера смотрела из Питера. То есть он говорит, что мне Ютуб приносит 20 тысяч в месяц. Плюс-минус, да, соответственно. На Новый год всегда прям в декабре больше почему-то. Больше зарплата как бы. Вот. Но у нас в регионе 20 тысяч это реальная зарплата. Вполне себе очень даже неплохая. А где-то, вот в Питере, да, например, это всего лишь какой-то нищенский доход, который вообще канал мне вообще ничего не приносит. 20 тысяч и все. То есть, поэтому просто по регионам здесь все разное. Я понимаю, что вот так вот. Вот, поэтому если бы мой канал приносил мне 20 тысяч в месяц, то для меня это бы было здорово и для моей семьи. Ну, вот для кого-то это просто какой-то мизер, на который вообще ничего практически нельзя купить. Поэтому вот так вот. Ну, все. Мне сейчас некогда болтать. Пошла снимать вещи. Гладить Гришки кимоно. Переодеваться, забираться к Антошке на собрание. У него же сегодня собрание, концерт. Да, еще быстренько хотела сказать, напишите свои мысли по поводу этого всего. Может быть, я что-то не так сказала, может, неправильно объяснила, вы чего-то не поняли. В общем, вообще по поводу Ютьюба. Как вы меня, кстати, нашли? Где вы увидели? Может, вам кто-то чего-то сказал? И до меня, кстати, вчера подошел мальчик в школе и говорит, а вы знаете, а вы снимаете видео? Я говорю, да. Блин, надо было включить камеру. Ну, без его лица, да, просто звук был. А моя бабушка смотрит. Она как только видит, что вышло новое видео, она сразу бежит смотреть. В общем, он так счастливо говорил, как будто увидел Филиппа Киркорова, например. В общем, так вот. Так что кому-то все-таки видео нужны, приятные. И мне это очень приятно, прям очень приятно. И вот этот вот обмен мнениями приятными меня радует. Вот, если что-то кому-то не так, ну, блин, на то и YouTube, на то и куча блогеров. Потому что если бы нравились все люди всем, то не было бы столько блогеров. А тут как бы на любой вкус. Хотите что-то спокойное, хотите экшен. Гришка сказал, что у меня не хватает хайпа. Надо как-то хайпануть. Ну, я пока не понимаю и не знаю как. Но он сказал, что у меня не хватает хайпа на канале. Люди как-то хайпуют. Он мне там объяснял. Но я пока не готова к этому хайпу. И готовы ли вы, кстати, к хайпу на канале? Потому что мы тут все же у ней смеялись. Вообще не могу остановиться. Разговариваю сама с собой, понимаете? Не могу остановиться. Смеялись с того, что если сказать, что мы разводимся. Вы же видели эту тему, да? Сейчас, мне кажется, весь Instagram разводится, весь YouTube все разводятся. Вот, блин, опять сейчас поболтаю. Потому что в Instagram я только недавно смотрела на семью, которая мне безумно нравилась. У которых было куча негативных отзывов о детях. Потому что дети у них очень спокойные. У них нет таких кричащих детей, как наши. А реально очень спокойные. Либо они их снимают в этот момент. Потому что мы же видим вообще там 15 секунд stories, да? То есть что-то в Instagram. И их прям, ну вот это все подогревали, там писали гадости. Но мне так нравилось, как у них дети, как они там путешествуют, там, если куда-то едут. Блин, извините. Но тут я их куда-то, они у меня пропали. Там же в Instagram, как у меня сейчас одни пряники, пряники, пряники. А они куда-то пропали. И тут я недавно их видела. Я в шоке. Они развелись. Блин, думаю, я только недавно смотрела, как вы были вместе в путешествии. Вот одни так. Потом другие так же точно. Оказывается, что они говорят, что это были какие-то путешествия. Типа давали друг другу шанс, но оно не помогло. Ну, в общем, там это какие-то же семейные разборки. Но я в шоке вообще. Сижу меня смеется. Говорит, а что, если и нам сказать на YouTube, что мы разводимся? И папа потом говорит, что на YouTube просто обычные люди снимают подобного рода видео с подобными заголовками. Мы разводимся. И это видео, то есть если у них также было там 300, 500, 800 просмотров, то эти видео просто тысячи и миллионы просмотров набирают. Потому что вот полоскание грязного белья это самое интересное. И Сережиня мне говорит, давай тоже скажем, что мы разводимся. И мы сразу поймём, кто смотрит нас на YouTube, кто нас не смотрит. И, в общем, будет тоже интересная такая... Ну, для меня вообще неинтересно. Я это... Знаете ли, про такое даже шутить не хочется. Потому что как так-то? В общем, всё, я пошла. Опять болтаю сама с собой, по сути. Всё, я собралась, готова. В этом костюмчике. В белой футболке с очень офигенными вот такими вот рукавами. Они короткие. В общем, классная футболка. Россия-производитель. Покупала на Велберис. В общем, никак не могу вам показать. Ну, в общем, как-то так. Всё, иду. Вернее, еду. А сын мой собирается на рыбалку. Вот этот вот сын. Пока! Согласны, родители? Встречаем единицу! Аплодисменты! Вспомним те предметы, которые у нас есть, да? Мы говорили, что у нас урок окружающего мира и купоноведния посвящен изучению чего? Природы. Итак, слушаем, улья. Первый класс. Мы отучили, знаем русские слова. А теперь ещё английский изучаем. Вот дела! Станет кашей больше кушать. Витамины мы едим. И писать, читать и слушать. Нам английского мы хотим. Второе, вот подарочки. Ёжиков мы получили уже дома, да, с грибочком. А теперь вот ещё такие цветы, овощи, фрукты и птицы. Удочки наши, да? Которые собираются у рулетка. Ну и, конечно же, нас туда... Ему больше всего понравилось. Я хочу сейчас поздравить. Ну что, мы уже пришли с собрания. Сержиня тоже ходил. И нам дали памятку для родителей. Как относиться к отметкам детей. Так, в общем, вот такая вот памятка. Можно её заскринить и почитать. Всё как в лучших традициях психологии практически. У нас такой мини-ужин. Творог со сметаной, со сгущёнкой, кофе с молоком. Фу, реально запалили, да? Воняет на всю красную. Вот тут туманище. Афоня, если ты говоришь «какашка», то хотя бы говори правильно. Хорошо? Какашка. Да.